Сайт Спортс.ру. Шериф после матча с Ромой в одном заголовке с Ливерпулем, Аталантой. Еще российский портал цитирует Жозе Мауриния. Первый тайм мне не понравился, ни в плане индивидуальных, ни командных действий. Мы играли медленно, не контролировали игру. И это чудо, что мы повели 1-0. Итальянская пресса хвалит Шериф. Жозе Мауриния благодарит судьбу за то, что его Рома, по сути, отскочила в Тирасполе. То есть итальянцам попросту повезло. Отдельно пишут о бельгийской звезде Ромы Лукаку. Он забил второй гол в матче с Шерифом и 16-й в последних 12 еврокубковых матчах. А это журналист итальянского издания газета «Делла Спорт» Алекс Фросио на фоне кафе «Снова в СССР» в Тирасполе. Его репортаж о Приднестровской столице. Тут и набережная, и площадь, и памятник Ленину. И, конечно, футбол. Мы находимся в Тирасполе. Это столица Приднестровья. Здесь играет местная команда Шериф. В целом это очень спокойный, тихий и чистый город. Еще лет 5-6 тому назад о молдавском клубном футболе у нас в стране слышно не было. Слова итальянского блогера Виталия Луиджи. В интервью он рассказал, когда увидел впервые Шериф вживую. Я был в Милане на матче «Интер-Шериф», и ваш клуб оставил тогда приятное впечатление, хоть и проиграл 1-3. Мне понравилось, что Шериф сопротивлялся, сравнял счет, и «Интеру» пришлось выкладываться на полную силу, чтобы выиграть в заключительной части матча. Больше итальянская пресса, конечно, делала акценты на Рому и ее наставника. Газета «Тута Спорт» оценила открытость Мауриния, как тот после победы своей команды в Тирасполе раздавал автографы и фотографировался прямо на трибуне. Итальянские СМИ назвали это, цитата, красивым жестом в сторону болельщиков Шерифа. Шериф уступил Роме, но, как всегда, после матчей такого уровня заставила себе говорить. Лига Европы для желточерных только началась. Следующий матч на выезде в Праге 5 октября с местной Славией.